Чемпионат мира 2022 в Катаре Хотя чемпионат мира 2018 года прекрасно обошелся без Бундестим. Победителей прошлого ЧМ записывали в фавориты, но в итоге Германию ждал оглушительный провал и вылет на групповом этапе. Бундестим отчаянно нужна была перезагрузка, но получилось не сразу. Бессменный Юахим Лев пытался обновить команду сам, но безуспешно. Его 15-летняя карьера в сборной завершилась в 2021 году после вылета из 1-8 чемпионата Европы. После Лева Бундестим возглавил Ханс Дитер или просто Ханси Флик, который, кстати, 8 лет был помощником Лева в сборной. До этого назначения ему понадобилось чуть меньше двух сезонов, чтобы выиграть с Баварией буквально все. После его прихода Бундестим обеспечила себе поездку в Катар в 2022 году раньше всех в Европе, еще осенью 2021. 7 побед и 21 очко в отборочном турнире, и немцы вышли на ЧМ с первого места в группе. 10 ноября Ханси Флик огласил итоговую заявку сборной. 26 человек, список довольно ожидаемый. Только 6 религионеров, при этом основной состав традиционно баварский. Сплав опыта в лице Нойера, Мюллера, Гюндагана и Рюдигера с молодыми талантами и мастерством. Это уже просверкающего в Баварии Джамала Мусиалу, трансфер Марта ценил его в 100 миллионов евро, 17-летнего форварда Борусси Юсуфа Мукока, за которым следят топ-клубы Европы, и одного из лидеров Бундестим Йозуа Кимиха. Поэтому для того, чтобы хотя бы немного понимать, чего ждать от сборной Германии в Катаре, нужно быть знакомым с немецким футболом. Сборная Германии, безусловно, очень сильная команда с четким и узнаваемым стилем. Это очень высокая линия обороны и высокий прессинг. Такой стиль неизбежно раскрывает игру в обе стороны, то есть моменты получают обе команды. И в этом и сила, и слабость сборной Германии. Сила, потому что все игроки знакомы с этой системой, и она им понятна и подходит. А слабость, ну потому что одно дело, когда у тебя Томас Мюллер в гениальной форме, и пиковый Гёце, и даже Клоза, который будет забивать хоть 45 лет. А другое дело, когда у тебя в принципе нет явного завершителя атак. Потому что у Фюлькруга все-таки нет опыта на высоком уровне, а Хаверс просто не в форме. Поэтому мне кажется, что Фюльк, наверное, будет в завершении атак полагаться скорее на усилия всей команды в целом. Ну, в первую очередь, наверное, Сане и Гнабри. Исходя из этого, я думаю, что Германия будет идти по турнирной сетке до тех пор, пока ей не встретится какая-то качественная контратакующая команда. То есть, которая может хорошо проводить большой объем вертикальных атак, и толково использовать пространство за спинами защитников. Особенно на флангах. И, соответственно, на 5-6 немецких моментов создаст 5-6 своих моментов. И все упрется в реализацию. Кого она выше? Поэтому я думаю, что Германия может пройти в том числе и очень далеко. Это будет зависеть, наверное, в какой-то степени от жеребьевки, от того, насколько удобен, неудобен соперник. Но, в любом случае, ее вылет может быть очень ярким и большим количеством голов. Что касается заявки, 26 футболистов это довольно много. Это дает возможность собрать команду даже с запасом. Мне жаль, мне лично жаль, что не хватило места Хумельсу, потому что он прямо сейчас в хорошей форме. Если говорить о том, кто удивляет, ну, может быть, Тила Керрер. Потому что это просто слабый футболист, который не выделяется даже в проблемном Вестхэме. С другой стороны, это проблемная позиция для сборной. И, видимо, клип просто выбирал из того, что есть. Все эти игроки отправятся в Катар и попробуют стереть болезненные воспоминания о 4-летней давности. Кстати, о болезненных воспоминаниях. Вы ничего не знаете о боли, если не знакомы с историей Марка Ройса, что вряд ли. Полузащитник Борусси, кстати, в заявке Флика отсутствует. Еще в сентябре он травмировал голеностоп и к ноябрю должен был восстановиться. Флик с нетерпением ждал его в сборной. Но в итоге боли вернулись. И Марка Ройс мимо ЧМ. Казалось бы, нормальная история для Мундиаля посреди сезона. Тима Вернер, например, тоже будет болеть за сборную по телевизору. Вот только для Ройса это уже пятый крупный турнир, который он пропускает из-за проблем со здоровьем. Иронично, из всех турниров сборных Ройс побывал только на ЧМ 2018 года. И вряд ли он был этому рад. Но если для Ройса тот чемпионский финал в 2014 году стал наверняка одним из самых болезненных воспоминаний в карьере, то в заявке Флика есть как минимум один игрок, для которого тот день точно был одним из самых счастливых. Марио Гетце. Бывший золотой мальчик в бундесманшафт и автор того самого победного гола в финале против Аргентины. Вот главный сюрприз от Ханси Флика на этот Мундиаль. Неожиданное решение по игроку, который после 2014 года долго страдал из-за проблем со здоровьем, даже ездил в PSV перезапускать карьеру, а за сборную вообще последний раз выступал в 2017 году. Но неожиданное оно только для тех, кто вообще не следит за бундеслигой. В этом сезоне Гетце — железный игрок основы Айнтрахта. В чемпионате они идут на пятом месте, при этом в двух очках от второго места, а в Лиге чемпионов вышли в 1-8 финал. Правда, некоторые усмотрели в этом решении Ханси Флика попытку деморализовать сборную Аргентины во главе с Месси, одного из главных фаворитов чемпионата мира в Катаре. Именно Гетце в 2014 году одним изящным ударом на 113-й минуте похоронил Надежды Леона титул чемпиона мира. Кстати, об изяществе. Сборную Германии традиционно одевает Адидас. И если домашний комплект привычно белый, правда, с умеренными золотыми вставками и броской черной полосой, то гостевая форма — вполне удавшееся переосмысление классики. Традиционное сочетание черного и красного и снова золотые вставки. Может, на удачу. И золото на этот раз немцы увидят не только на форме. Кажется, сами они в это верят. Капитан сборной Мунейль Нойер предположил, что завершит карьеру в случае победы в Катаре и заявил, что сборная однозначно настроена на победу. Да и не только сборная. Немецкие фанаты с воодушевлением ждут начала турнира и реванша за 2018 год. Более 30 тысяч немцев уже купили билеты на матчи в Катаре. И еще десятки, а то и сотни тысяч будут следить за чемпионатом мира из дома. Как ты относишься к тому, что чемпионат мира будет проходить в Катаре, причем впервые в истории зимой? И то, и то плохо. Не вижу ничего хорошего. А мне кажется, в принципе, это здорово, когда хозяевами чемпионата мира становятся не особо футбольные страны. Например, как было с Россией. ФИФА точно стоило выбрать другую страну-хозяина, которая была бы знакома с культом чемпионата мира. И все же Катар — это очень неподходящий выбор. Потому что у этой страны вообще нет футбольных традиций. И лично у меня есть ощущение, что тут речь не о футболе, а скорее об имидже, который Катар пытается выстроить. Расскажи, как ты переживал провал сборной на чемпионате мира 18-го года? Очень плохо. Было очень больно. В 2018-м я, скажем, не испытывал такой эйфории из-за футбола, как в 2014-м году. Конечно, было грустно, но, если быть честным, Германия тогда заслуживала поражения. Мне кажется, что в целом последние годы футбольная лихорадка в Германии несколько поутихла. Это точно связано с тем, что 2018-й год был для нас не самым удачным. Веришь в то, что Ханси Флик может привести эту сборную к победе? Я думаю, что у Германии в этот раз как минимум больше шансов, чем в 2018-м году и на Евро 2020. С приходом Ханси Флика появились свежие силы и свежая энергия. Сборной это точно не повредит. Но конкуренция в этом году очень высокая. Аргентина, Бразилия, все эти южноамериканские сборные очень сильны. Даже Португалия, Франция. Многие в кадровом плане даже сильнее Германии. Но на чемпионате мира может случиться все, что угодно. А кого из игроков в сборной ты бы назвал незаменимым? Вообще в сборной важную роль играют футболисты Баварии. Дело в их менталитете, сплоченности. Благодаря этому у сборной прочная основа. А как иначе, если у тебя в команде Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Йозу Акимих? А у тебя есть какая-нибудь любимая кричалка или песня фанатская? Любимая кричалка или песня? К сожалению, специальной кричалки про нашу сборную нет. Но вообще я болельщик Айнтрахта. Этот клуб в моем сердце. Поэтому я очень люблю нашу песню в сердце Европы. Песня Вака-Вака. Выберу ее. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе Е вместе с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Вполне удачный расклад для выхода бундесмандшафта из группы. Кстати, о бундесмандшафт. В переводе с немецкого «мандшафт» — это команда. И как ни странно, именно под этим названием сборную Германии знают по всему миру. И недавно среди немецких болельщиков был проведен опрос, согласно которому главными ассоциациями немцев со словом «мандшафт» стали пять слов. Это общность, товарищество, сила, страсть и боевой дух. В принципе, такой Германии силы, страсти и боевого духа для успеха точно должно хватить. Кстати, успех — это еще одна ассоциация немцев со словом «мандшафт». Правда, все предыдущие чемпионаты мира приучили нас к сюрпризам. Редактор субтитров А.Семкин